Панораметр 3 Здравствуйте! Хотим представить вашему вниманию измерительный прибор, который называется Панораметр 3 от компании Шамир. Прибор необходим для того, чтобы получить данные для пантоскопического угла заднего вертексного расстояния и угла изгиба оправы. Прибор состоит из нескольких частей. Сейчас я вкратце объясню, как ими пользоваться. Для того, чтобы измерить угол изгиба оправы, нам необходимо сначала внести данные по межцентровому расстоянию оправы, которую мы выбрали для пациента. Межцентровое расстояние оправы можно узнать на заушнике оправы путем сложения ширины окуляра и длины моста. Ту оправу, которую мы выбрали на примере, ее межцентровое расстояние составляет 72 миллиметра. Это расстояние мы откладываем в специальном окошечке. Отмерив межцентровое расстояние оправы, мы подносим к оправе, надетой на пациента, наш измерительный прибор, таким образом, чтобы центр вот этой галочки, которая у нас образуется при раздвижении, визуально совпадал с серединкой мостика оправы на пациенте. И прислоняем два щупа к фальшставкам на оправе пациента. Щупы зафиксировались, тем самым мы получим значение, которое будет отмечено стрелкой на нашей шкале измерений. Межцентровые оправы можно измерить также другим способом, не прибегая к данным заушника, можно банально взять линейку, которая прилагается также в комплекте, и измерить расстояние от дальнего края правого окуляра до ближнего края левого окуляра. Тем самым мы получим те же самые данные. Это ширина окуляра плюс ширина мостика. Для измерения пантоскопического угла нам понадобится еще одна основная часть нашего прибора, панораметр 3. Как будет показано на картинке, нам необходимо расположить эту часть в оптическом центре окуляра, именно в оптическом центре, а не совмещать центр нашего прибора с отметкой для дали пациента. Мы размещаем в оптическом центре окуляра прибор посредством присоски. Для того, чтобы мы могли сделать это правильно и поставить его равномерно, есть специальная шкала сверху и снизу. Нам просто необходимо посмотреть, чтобы было одинаковое количество делений от центра расположения нашего прибора. Потом просим пациента встать, занять удобное и комфортное для него положение. Прибор в это время находится на оправе. Оптометрист или сотрудник оптики, или тот человек, который проводит измерения, подходит сбоку и точно так же фиксирует изображение данных, которые у нас будут на шкале. Стрелочка, соответственно, будет отклоняться в зависимости от того, какой угол будет получаться в результате измерений. Ничего сложного в этом нет. Все достаточно легко организовать и попробовать. Ну и, соответственно, в комплект у нас также входит обычная линейка, которая нам поможет измерить заднее вертексное расстояние. Что удобно на линейке, есть выемка, которую можно прислонить к краю оправы. Так, чтобы она стояла удобно и измерять было комфортно. Каждому панораметру мы также даем маркер, которым просто удобно наносить разметку. Маркер стойкий и разметочка получается аккуратненькая. Красный цвет достаточно легко разглядеть на фальш вставках. Вот, собственно, состав нашего прибора измерительного панораметра 3. Будем рады, если он вас заинтересует. На все возникающие вопросы обязательно ответим. Спасибо большое! Спасибо!